Доброго времени суток, кто зашел в гости. Я мило отдыхаю в садике. Садик принадлежит Дому-музею Бальзака. Отсюда я двинусь в сторону моста Бергхокеем и пройду по некоторым скрытым местам из рубрики «Скрытый Париж». Есть локации открытые, известные, музеи, какие-то площади, памятники. А есть какие-то улочки, переулочки, парки маленькие, скрытые, где что-то не видно и кто-то ничего не знает. Ну вот будем идти этими тропами сегодня. Итак, менее раскрученный Париж, но тоже известный для тех, кто здесь живет. Как я говорю в некоторых видео, я не экскурсовод, я не гид по Парижу, я просто здесь живу много лет, 20 лет и я знаю какие-то уголки, куда пойти, где пойти, что посмотреть. Потому что турист приехал на метро, выскочил, заснял то, что ему надо, посмотрел, побежал дальше. А я исходила Париж вдоль и поберег, поэтому я показываю иногда какие-то моменты, какие-то локации, которые мало раскручены и маловедомы людям-туристам. По дому-музею Бальзака я сняла несколько видео. Сверху, как спускаться в музей, сам сад, виды на Эфелеву башню, сам музей внутри и снаружи. А также сейчас отсюда я буду двигаться в сторону моста и я там хочу показать еще несколько локаций, которые находятся по соседству с музеем, которые вы можете пройти и не заметить. Я никуда не спешу, я могу показать. Пару слов о Бальзаке, раз я уже нахожусь в его доме, это как бы уже третье видео с этой локации. Это был известный французский писатель, который дружил с Виктором Гуго и Александром Дюма, который написал много произведений, часть из которых много раз экранизировали. Он умер не в старом возрасте, был полноватый крупный мужчина, у него была гангрена, он умер 51 год. У него две женщины были в жизни интересные, последняя была не очень хорошая и прожил он с ней, может быть, не так долго, но одна была у него интересная история. Бальзак влюбился в женщину, которая была старше его на 23 года и прожил с этой женщиной до самой ее смерти. Даже несмотря на 9 детей ее, его эти отношения не смутили. И брак был довольно удачный и успешный. В свои произведения он писал очень часто какие-то любовные такие истории, интриги, но вот как раз в его жизни было тоже, наверное, такие же истории с интригами. Красивый пейзаж и на нижнем этаже, и сверху я сейчас покажу, и двигаемся в сторону по шестой линии метро, только одну остановку вперед пройду. Там есть еще интересная история. Лебяжий остров, Лебединый остров я давно хотела заснять, сегодня погода позволяет прогуляться. Здесь есть барчик, можно перекусить вкусненькое. Сейчас я нахожусь, наверное, в верхнем этаже. Здесь я снимала вход в парк, как спускаться вниз. Виден хорошо дом Бальзака и площадка, где люди отдыхают с детьми, кушают, перекусывают. Можно сделать бесплатно красивые селфи, прямо стоя рядом с музеем. Музей бесплатный, совместите полезное с приятным. Музей маленький, можно посмотреть за минут 10-15, а потом погреться на солнышке, сидя в саду, любуюсь на Эфелевую башню. Есть кофе, есть разные вкусняшки французские, традиционные сладости. Итак, теперь я выхожу из дома Бальзака и двигаюсь в направлении шестой линии метро. Здесь вход в музей, Мизон де Бальзак, Эфелевая башня, а я возвращаюсь к шестерке. Станция Пасси. Ещё раз музей сверху, я снимала снизу, разные ракурсы. Вы выберите, что вам более интересно. Прокатимся с ветерком. Архитектура Парижа. На середине пути от дома Бальзака к шестой линии метро Пасси есть парк. Дю Парк Де Пасси. Авеню Дю Парк Де Пасси. Вот здесь можно спуститься, погуляться по парку. Общественный парк в окружении жилых комплексов. Сейчас довольно солнечно, но есть ещё один спуск рядом, который остаётся, наверное, незамеченным. Можно спуститься по тому спуску, вернуться к этому парку и показать парк, как из парка есть какие виды. Вы можете проскочить мимо этого парка и не обратить внимания. Не спеша возвращаюсь, чтобы показать один интересный спуск. Архитектура Парижа. Итак, вот здесь есть такой вот дивный спуск, интересный такой, между домами. Сейчас я проспущусь по этому спуску. Находится это напротив номера 12. Вы выходите из Пасси, доходите до площади, потом поворачиваете влево, чтобы идти к музею. Номер 10, номер 12 и посередине вот этот спуск. Для ориентира он находится прямо рядом с парковкой. Вот тут парковка находится и рядом с парковкой есть спуск. Очень необычный. Никого нет, тихо спускаемся. А вечером тут вообще, наверное, прикольно, фонарики горят. Вот так я начала спускаться. Вот мама с дочкой спускаются. На спуске есть парадные домики, тут люди живут. А я все дальше спускаюсь по этому загадочному спуску. Я спустилась. Тут ремонт идет по всему спуску. И когда вы спускаетесь, вы выходите прямо в угол тупика музея вина. Здесь находится музей вина и вот там вот тупик, с которого я только что вышла. Ну, вернее, вот этот спуск оригинальный. То есть можно взять сверху, когда будете спускаться от музея, а можно подняться по нему, когда будете смотреть музей вина, если захотите. Ну, а теперь я иду влево в парк Пасси. Парк Пасси, 2004 год. Молодой парк. До полседьмого открыт. Симпатичное творение рук человеческих. Тихий, современный парк внутри домов. Он как бы скрыт, в окружении домов находится. Есть тут, не знаю, елки, сосны, что-то такое стоит. Какие-то пихтовые тут есть. Хойные, можно так сказать. Красивый, ухоженный парк. Сейчас очень тихо. Внутри парка нету ветра практически. Сверху немного было ветрено, а здесь очень-очень тихо. Красиво, везде цветочки цветут. Сегодня тепло, солнечно. В тени красивых аллей. Под навесом тенечки можно почитать, отдохнуть. Воздухом подышать, с детьми погулять. Я стояла наверху и снимала этот спуск сверху. А теперь я спустилась по загадочному такому спуску интересному возле музея вина. Прошла немножко вперед, минут пять. Да, пару минут буквально. И теперь я возле спуска стою. А что видно из парка? Из парка видна Эхельвая башня. Ну, не вся. Тут дома все-таки закрывают. Но все равно панорама видна. Тут красивые дома. Вернее, современные постройки. Но имея здесь квартиру, вы имеете мансарду. Нельзя сказать, что здесь пентхаус. Но на верхних этажах есть, естественно, балконы, лоджии. Выйдя на ваш балкончик, вы можете обедать, завтракать. Летом особенно с видом на Эпелевую башню. Район Тракадера. Пасси – это дорогой район. Здесь хороший старый фонд есть. Здесь новые дома стоят. Но это тоже не дешевая недвижимость. Цветочки, бабочки. Эхельвая башня. Вот такая скрытая есть локация, которую мало кто знает. Мало кто рассказывает. Наверное, проходит мимо этого парка и, в принципе, его не замечают. Даже если идут в дом Бальзака. Люди расслабленно сидят, читают, отдыхают. Кто с телефоном, кто с чем. А также тут растут березки. Цветочки. И, подойдя к цветочкам, вы увидите опять Эльфелевую башню. Она так прячется немножко, но ее можно увидеть. Березовый рай. В каждом парке есть тренажеры. Детская площадка. Люди лежат на лужайках. Все ухожено. Газоны пострижены. Такая поляна красивая, цветочная. С видом на Эльфелевую башню. Я немножко обнаглела, оборзела и залезла в цветочки. И прямо с цветочков сейчас покажу, как это выглядит. То есть я немножко внутрь влезла. Вот цветочки наши и башня. Я в цветах вся. Что не сделаешь для искусства? Судя по протоптанным тропам, я не одна такая, которая залазила внутрь. Ну, я не знаю, кто и с какой целью. Но я хотела так залезть в цветочки, чтобы башенку заснять. Август месяц. Написано, наверное, не лезьте в цветочки. Но, наверное, таких, как я, много, которые хотят залезть. Потому что, получается, ну, дивно красивая фотография. Или такой ракурс интересный. Как везде дети гуляют. Ну, сейчас мало детей и взрослых. Потому что все уехали на отдых. И приедут только к концу августа. Вот такой дивный цветочный садик. Маленький располагается внутри жилых домов. Лестница. Наверху я стояла. Теперь я внизу стою. Простой отдых парижан. С книжечкой на газончике. Парк Пасси. Шестая линия метро. Можно пройти прямо и выйти прямо к сене. Прогуляться вдоль сены. И двинуться дальше. По мосту. В сторону Лебяжьего острова. Сегодня солнечно. Я могу туда спуститься. Не очень ветрено. Ну, по крайней мере, здесь тихо. Для тех, кто ищет что-то оригинальное. Нестандартный набор. Интересный, красивый. Пейзаж. Беседка. Заходите в гости. Не забывайте. Подписывайтесь. Не стесняйтесь. И до новых встреч на моем канале. Я не гид. Но я знаю хорошо Париж. Я показываю какие-то нестандартные локации. Или малораскрученные. Которые находятся в Париже и в пригороде. В общем, помимо стандартного набора, который предлагают туристам, я предлагаю нечто большее. В саду цветут какие-то плоды. Я не знаю, что это за плоды, но диковинные, интересные. В парке имеется бесплатный общественный туалет. В саду цветут. Продолжение следует...